Местные советы в Беларуси Местные советы по праву считаются одним из толков, на которых строится вся общественная жизнь, ведь важнейшее направление их работы – взаимодействие с населением. Понятно, что абсолютно все проблемы депутаты в одночасье не решат, но в любом случае именно на местном уровне можно постараться сделать жизнь каждого человека максимально комфортной. О работе местных советов Могилевской области, об опыте решения проблем и инициативе, делах больших и малых, ответственности и конкретных людях. Программа «Обратная связь». Помогает Стас по хозяйству? Да, Стас. С дедом тролишку косим, все собираем, кормим, водишки им дает. Восьмилетний Стас любит навещать бабушку с дедушкой. Все выходные и каникулы проводит только у них. Но это лето для мальчика и его старшего брата окрашено другими красками. Они сейчас не в гостях у любимых людей. Они здесь живут. Бабушка с дедушкой стали опекунами. Василий Макарович едва сдерживает слезы, рассказывая о своей младшей, но совсем непутевой дочери. Детей я забрал 2 апреля. Но они до этого у меня жили. Ну, официально со 2 апреля. Ну, если там что-то не в порядок, дети приходили ко мне, жили здесь. Как нормально все, потом выходили назад. Ну, вот так мы жили. И муж таки алкоголик, и сожитель тоже таки. Ну, в общем, подбираются один к одному. Готовку нема. Три раза кодирую. Два психотерапевта, один подшивку делаю. Но все равно срывается. Помогаюсь, друзья там рядом. Все пьюсь. Разные работы, надо чем-то заняться. Надо пить. Ну, вот так и делаю. По словам Тамары Михайловны, и в страшном сне не могла увидеть, что станет опекуном, собственным внуком при живых родителях. И хоть это первый случай в агрогородке Устье, в области таких примеров немало. Я уже привыкла к ним. Они у меня уже все время по стену не едут. Я уже к ним привыкла. Я к ним уже роднейшие дяди. Ну, я уже не допущу их. У них уже со мной. Уже барско-то, может, 16 годов у нас. Уже большие хорошее стоило. И этому уже 9 дедового в январе. Большие уже хлопчики. А как за дочку взяться? Как ее помочь и вытащить из этой ямы? Ну, ее кодировали уже. Ну, она вот теперь сама не пьет просто. Кинула еще. Работа и не пьет. Я говорю, и хочет детки сами. Она ей уже... Вот мамка тоже... Ну, как бы хорошо вела уже себе. Она уже хочет к мамке, конечно. Мамка же мамка. А проблему в подобных семьях в Чаусском районе стали решать все деревни. Местные депутаты вернулись к старому, но очень эффективному методу. Организовывают общественные собрания. На них приглашают представители правоохранительных служб, руководители отдельных ведомств и предприятий, старост деревень. Они и ведут публичные профилактические беседы с сельчанами, которые оступились. А только в агрогородке Устье около полутора десятка пьющих человек. Они постоянно у меня на виду. Я с ними общаюсь. И потом, когда у нас происходят эти заседания каждый месяц, раз в месяц, то вызываем их на советы профилактики, проводим с ними беседы. Ну, и результаты не у во всех, но, конечно, бывают. Депутаты, сельский совет в том числе, они активно принимают участие в этой работе профилактической. Они всегда присутствуют на заседаниях Советов общественных пунктов охраны порядка. Ну, это дает свой результат, по нашему мнению. Все-таки ситуация меняется. Если отслеживать работу в городе и на селе, то если на селе раньше начали работать Советы общественных пунктов охраны порядка, нежели чем в городе, то сейчас мы увидим результат. Криминогенная обстановка на селе стабильна в последнее время. А вот не выйти на работу после получки для некоторых едва ли не норма. Ну, когда селе не вышло, то ходила, доила. А что делать? Скот не виноват. Я так понимаю. Ну, не работа это со старостью. Это уже идешь на уступку бригадиру и ради скота. У меня у самой скота много. Ну, я вышла там полдня, день. Тогда идем же сами на работу, сами идут, сами работают. Прошатся, что простите, больше не будем. Ну, бывают срывы, но что делать? А то, что вот эти комиссии подобные, которые проходят, они хоть на самом деле какой-то результат приносят? Ну, конечно же приносят, потому что, ну, уже тогда месяц могут держаться, больше. Ну, бывают иногда и срывы. Люди, подогретые алкоголем, провоцируют конфликты, которые нередко заканчиваются плащевно. Чтобы не допустить трагедии, на подобных собраниях с любителями выпить и беседуют. И просят, и рекомендуют, и уговаривают начать лечение. На учете у врача-нарколога нашей больницы состоит 689 человек. Эта цифра вариабельная. В течение года происходят изменения. Кого-то мы снимаем с учета, кого-то ставим. За этот год уже 109 человек в Чаусском районе было закодировано. И метод подшивания специальных препаратов, которые, скажем так, способствуют уменьшению тяги пациента к алкоголю. Вот это наши основные методы. Но, опять же, повторюсь, что мы работаем в тесной связке с другими ведомствами. Из 10, которых мы рекомендовали трудоустроиться, 6 человек трудоустроенно работают. Значит, 11 человек в прошлом году прошло лечение от алкогольной зависимости. 6 человек не употребляют в данное время. То есть определенный эффект, результат есть. То есть, ну, каждый человек задумывается над своим поведением. У Андрея золотые руки и сам очень ответственный. Говорят про этого человека в колхозе-головенчице. А когда-то у него был свой тернистый путь. Он потерял друга в Афганистане, сломался, пил. На общественных собраниях часто разбирали его поведение всей деревней. Если пока сам он не поймет, вот через это вот все, и сам не поймет, и это бесполезно. Ну, что ты скажешь? Не пей, ну, не будет пить. Ну, я не знаю. Пока сам свою голову не продумает и сердце не достучится, тогда поймет человек, что нельзя это. Олеся не пьет и уже работает. Но сыновей ей пока не вернули. В доме, по словам комиссии, детям находиться небезопасно из-за неисправного печного отопления. Но публичное собрание принесли свои плоды. Женщина боится повторить судьбу еще одной односельчанки. Обязанной, которая должна государству около 70 миллионов рублей за воспитание ее детей. Ну, это по молодости было. Ерундой пострадала, потеряла детей и забрали. Сейчас исправляюсь. Работаю, ходу на работу постоянно. А давно детей забрали? Давно. Когда? Уже взрослые дети. Уже внук есть старшего. Дочка вышла замуж. Только младшая учится в Могилеве. То есть, а давно, так это сколько лет, как забрали детей? Ну, сейчас старшего моему сыну 22 года. А было ему сколько, когда забрали? 7 годов. То есть, вы практически вот с маленького возраста не воспитывали собственного ребенка? И у вас, как мать, сердце за это не болит? Болит. Они сейчас ко мне приезжают. А где дети воспитывались? В Белонежском интернате. Ясно. А там вы навещали их, нет? Нет. У меня тогда не было возможности. Пускай они пьют, смотрят детей. То, что было и без детей, плохо. Подобные общественные собрания, которые организуют сельские советы, действительно помогают многим посмотреть на жизнь другими глазами. Я считаю, что необходимо собираться и почаще ставить на вид, на людей, звать. Потому что перед большим собранием все-таки, ну, у людей должна все-таки совесть просыпаться какая-то. А когда я говорю один на один с кем-то в кабинете, ну, это совсем другая обстановка. Там могут и грубо отвечать, и все. А когда уже тут таким составом, и общее собрание, можно сказать, и односельчане, и руководство района, там определенные лица, и я в том числе, то это совсем другой состав. Другой состав. Вы понимаете это? А к тому же это серьезная профилактика правонарушений. Работа общественных пунктов охраны правопорядка налицо. Участковые не только имеют свой кабинет в сельском совете. Они работают с местными депутатами в очень тесной связке. У нас каждый, как РОВД, так и селесполком, так и с ПК, медициня, являются субъектами профилактики для граждан, которые, ну, определенных категорий. Тех граждан, которые не работают, злоупотребляют, либо являются обязанными лицами. И поэтому совместная работа, она несет определенный эффект. Это большая помощь участковая в нам, в работе, вот с гражданами совместно. Потому что без РОВД, так как и РОВД без нас, мы поодиночке не сможем всю эту работу провести. Поэтому она работа очень эффективна в соотношении вот этих всех субъектов профилактики. У меня 21 деревня, это Горбовичского сельского совета часть и Ваниловский совет, это 14 деревень, где я постоянно нахожусь. Это взаимопомощь очень хорошая, как бы, скажем так, ни я, ни она, без меня мы не сможем спать. Где-то информацию она мне скажет, где, которые необходимо, пробеседовать с человеком, поговорить. Либо мы совместно собираемся полностью и проезжаем тогда по деревням с этим гражданом, старостом, общаемся, беседуем и все остальное в этом плане. Старосты здорово помогают? Да, старосты очень помогают, очень многое, что делится информацией какой-то, помогают раскрыть или еще что-нибудь, как бы, либо предотвращение административных правонарушений. То ли семейная драма, то ли просто какой-то срыв произошел, человек потерял на время себя. Ему помочь должны, общественность должна помочь. Это более такой воспитательный характер, ежели это чисто административно. Я надеюсь, что вот эти мероприятия, что мы проводим, они будут более действенные, чем отдельное заседание, где одного человека приглашают, конечно, мы не исключаем индивидуальной работы. Здесь надо знать людей. Общественные пункты охраны правопорядка являются первоначальным звеном всей системы профилактики правонарушений. Это на них возложены законом обязанности по выявлению граждан, которые склонны к противоправному поведению. Воспитательная, разъяснительная работа с такими людьми очень важна, и помощь сельсоветов здесь показательна. Ведь профилактика преступлений – дело общее.